Сносить или реставрировать один из самых проблемных домов в Серпуховском районе? Ответ на этот вопрос опять отодвигается на неопределенное время. Хотя то, что здание находится в аварийном состоянии, подтвердили сотрудники госжелинспекции Московской области при осмотре дома номер один поселка Кирпичного завода два месяца назад. О плачевном состоянии 80-летней двухэтажки с протекающей крышей и многократными обрушениями потолков инспекторы ведомства узнали из телесюжетов Судьбу дома до 22 декабря должна была решить организованная при администрации Серпуховского района межведомственная комиссия. Именно такое предписание было дано чиновникам госжелинспекции Московской области. Почему в районе затягиваются сроками узнавала и моя коллега Маргарита Кирикович. При осмотре 80-летнего дома сотрудники госжелинспекции выявили внушительный список признаков аварийности. Трещины на стенах и потолках квартир и подъездов, обрушение штукатурки, разрушение кирпичной кладки, прогибы перекрытий, гнившие полы, заброшенные помещения с выбитыми стеклами. То, что дом свое отслужил, заверяет и плотник управляющей компании Алексей Егоров. Его прислали, как он сам признается, чтобы подлатать дыры. Но что тут можно сделать, если все рушится, до чего не дотронься? То, что реконструкция дома потребует огромных вложений, понятно и не специалисту. Вот в таком состоянии находятся квартиры в первом подъезде, где давно уже никто не обитает. В соседнем жилье выглядит не намного лучше. Александр Шемета постоянно занимается ремонтом квартиры, но результаты не радуют его. Клопы разовелись, муравьи всякие ползет. Там же вся крыша устелена, извините мне, голубиным пометом. Оно все там, в воду стекали, все загнилось. И оно вводится там все. Хотел ремонт делать. Ну сколько я могу жить в таком гадюшнике, люди добрые. Я же не пьяница, не инвалид какой-то. Сколько же можно терпеть? На ремонт двухкомнатной квартиры Александр Григорьевич тратит почти всю зарплату водителя. Мужчина поменял отопление, старые окна и двери. А вот потолки отремонтировать не получается. Я не строитель, я водитель. Пусть переселяют, делают ему реконструкцию. Во-первых, здесь все деревянные перекрытия, они все снили. Здесь надо перекрывать железобетонными, если что делать, реконструкцию. Ну, это все надо выселять людей. На оно свое отжитие, потому что этот дом строился временно для пленных. А у чиновников администрации Серпуховского района другое мнение. Например, начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Валентина Сидоренко убеждена, что крыша двухэтажки еще крепка, и поэтому дом отремонтировать можно. Так она нам сказала в телефонном разговоре. О переселении жильцов сотрудники администрации даже слышать не хотят. Однако окончательно решение будет принято после экспертизы здания. Деньги на это заложены в районный бюджет на будущий год. В первом квартале пройдут ауцион. И, возможно, к весне станет известно, подлежит ли сносу старый дом, а жильце его к переселению. А пока, чтобы хоть как-то обезопасить проживание людей, в подъезде установили сетку на прогнувшихся потолках. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok